Всем привет, ребят! Вышли новые герои. Естественно, мы их сейчас сразу обсудим, потому что иначе я могу запоздать немножко с этим, и вы в самый последний день будете искать информацию, а стоит ли вообще этих героев тянуть и вообще стоит ли их качать. Давайте начнем с первого, на которого x8 шанс, который не работает. Это гримбор. Наносит урон одному врагу 210% от атаки, при этом игнорирует 40% защиты. Что-то в последнее время это стало модно, такой навык делать. В общем, ладненько. Идем к пассивке. Урон повышается на 40%, если цель находится под воздействием эффекта бронещит или усиления защиты. Урон повышается на 30%, если у цели больше хп. И 100% шанс наложить эффекты блокировка лечения на врага при применении особой способности, если в команде противника есть живая София на 4 хода. При этом герой имеет невосприимчивость к эффектам ослабления атаки и оглушения. Прикольно. Так, а лидерка у него повышает атаку всех союзников в гильдийных сражениях на 38%. Ммм, очень интересный перст на самом деле. То есть он самарно может бить 210% атаки и повышать урон еще на 70%, если на поле у врага есть кто-то с бафом на бронещит или просто на защиту. И если у него, естественно, больше хп, чем у самого героя. В принципе, это очень интересный герой. Хорошо, погнали дальше. Семья, которая вышла, у нас был курги не так давно. Собственно, гармик или хармик, не знаю, получает эффект повышения шанс крит удара на 3 хода. После этого он носит урон одному врагу 234% от атаки и со 100% вероятностью накладывает эффект меткой убийцы на одного врага на 2 хода. Урон повышается, пассивочка уже идет на 25%, если он находится под воздействием эффекта повышения шанс крит удара. И меткость повышается на 7% за каждый действующий положительный эффект. Железные кланы. Меткость повышается. Ну, меткость не так, мне кажется, критична, потому что метка убийцы, в принципе, не требует слишком много меткости в любом случае. Но, учитывая, что мы можем быть под херовой тонной бафов, и под своим же, то есть под второй уже ультой, получается наносить урон на 25% больше. С другой стороны, минус в том, что здесь нет игнорирования защиты, как это было, допустим, с прошлым героем, с гармиком. Ой, не с гармиком, а, короче, синим, с этим забыл, как его уже зовут. Вот. Ну, в общем, герой без лидерки, опять-таки, не знаю, я героев без лидерки очень мало щажу когда-либо, да, то есть я уважаю тех, у кого есть лидерка. Идем дальше. Бростик. Наносит урон одному врагу 242% от атаки. После этого 100% накладывает кровотечение и метку убийцы на одного врага на 3 хода. Это хорошо. Если хп-шка ниже 35%, он накладывает 100% дополнительный эффект метка убийцы на врага после своей ульты, еще на 3 хода. То есть уже 2 метки будут висеть. Если хп ниже 20%, 100% шанс наложить эффект безмолвия на одного врага при применении особой способности на 4 хода. Повышает метка всех союзников на арене на 40%, это его лидерка. Лидерка. От лидерки, опять-таки, толку особо не вижу, потому что там меткость, ну, мало когда нужна. Опять-таки, если, наверное, играть там всякими зарконами, ну, в основном, но на них всегда есть контра в защите в виде тезиксов, ну, или других героев, в которых есть похожие навыки. А так, получается, что герой этот раскрывается только в том случае, ну, в основном, когда у него хп-шка опускается ниже хотя бы 35%. То есть делать ему сет на хп и защиту это такой себе план, то есть, видимо, ему нужно качать скорость и атаку, чтобы максимально быстро накладывать все эти дебафы. И, собственно, чтобы он как можно быстрее, скажем так, умирал и после этого выдавал более сильный урон. Хорошо, идем дальше. Теперь у нас Мальгирт. Какой короткий навык вообще без лидерки. Ну, блин, что за безобразие. Наносит урон одному врагу 246% от атаки, при этом игнорирует 40% защиты, как я и говорю, что это сейчас очень сильно популярно. И пассивочка. Защита повышается на 5% за каждый положительный эффект, действующий для противника, устанавливая 20 маны в начале его хода. А по мне такое себе. Давайте идем дальше. Это Курги. Курги мы не смотрим. И идем дальше. Это Торград. Собственно, отравляющая бомба. Она, в принципе, называется его умение. Основной навык наносит урон одному врагу 254% от атаки. 100% шанс наложить отравление и блокировку лечения на 3 хода на одного врага. После этого пассивочка может соединять самоцветы 4 раза, как у Махарольда. Это очень интересно. И урон повышается на 30%, когда он находится под воздействием эффекта связь душ. Ага. И лидерка повышает атаку всех зеленых союзников на 38. 8. Короче, самый стоящий это Торград однозначно. И получается этот вот синенький бростик. Да. То есть, получается, вот эти двое плюс-минус из эпиков самые крутые. Блин, давайте попробуем Торграда вытащить, потому что он мне очень хорошо зайдет. Я, конечно, с зелеными не играю, в принципе. Но ради таких ненадоперсов, наверное, стоит открывать. Поэтому, ну, давайте попробуем. Попробуем что-нибудь открыть. Собственно, может быть что-то упадет, а может не упадет. Не знаю, много-немного бы Маурус там какой-то упал. Ну, это из прошлого призыва по ходу дела, да. Но пока что что-то... Вот, есть что-то. Что-то есть. Кто это? Эпик Торграда можно? Тикар. Нет, это не то. Это не то, это ты у меня в книжку пойдешь условно. Так, ладненько. Там что-то очень все зависло. Или я слишком быстро кликаю по призыву. Блин, так классно, что я Тезикса больше не жду. Есть. Есть что-то. Что такое есть. Эпик Торграда, пожалуйста. Альрик. Ну, такое. У меня он уже есть, по-моему, даже не один, а там целых два или три. Короче, целая пачка этих самых различных эпиков у меня валяется. Торграда, есть, есть что-то. Что, 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 что есть. Андрео. Да пошел ты в жопу, Андрео. Так а почему? Я не понимаю, где тот шанс X4, X8. У меня снова заполнены герои. Давайте посмотрю, кого можно прокачать. Кстати, у меня тут буквально сегодня докачался стрибок. Наконец-таки нужно его уже потихонечку одевать. Кого бы мне прокачать-то? Ну, наверное, Тезикса будем, собственно, пробуждать. Потому что я его хотел. Вот, собственно, и пробудил. Сейчас мы его, естественно, откормим. Всем, что у нас там нападало. Всяким разным, несуразным. И после этого сделаем еще несколько призывов. Блин, конечно, жалко, что... Вот я не понимаю, как эти шансы работают реально. Ребята, вот у кого есть какие-то мысли, делитесь, пожалуйста, в комментариях. Потому что я вот в этих шансах не вижу абсолютно ничего. Ни разу в таких шансах мне не упал никакой герой. Ну, то есть вот абсолютно, от слова совсем. Так, Бальдур. Ну, все остальные заблокированы. Что я сделал? Давайте, не знаю, красных, а мы вкинем манекенов. Пусть будет. Потом докину его и закину снова в этот самый... В тренировочку. Так. Сто тридцать девять свитков у меня еще есть. Ну, соточку... Ой, сразу что-то есть. Торграда, пожалуйста. Не Торстена, а Торграда. Почему это так работает? Дайте мне Торграда, на которого повышенный шанс. Повышенный шанс это топ. Должен быть. Но почему-то это не так. Где? Скажите мне, где? Где? Нету, нету, нету. Подумаю сейчас, игра немножко. Давайте двадцать шесть призывов, наверное, еще сделаем. Типа, наверное, закончим. Блин, ну я просто не вижу смысла сливать все с херову тонну свитков, да? Ради шанса, который не шанс. То есть, ну, блин, это реально как-то очень странно работает. Есть эпик, видимо. И кто? Малгрид. Это желтый. Это самый бесполезный. Ладно, допустим, шанс, может быть, сработал. Но, с другой стороны, мы уже до этого выучили три эпика, которые, блин, ну вот вообще под эти шансы никак. Вот есть что-то еще. Пожалуйста, Лего. Фрея. Воу. А Фрея? Фрея, 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 Фрея. Фрея, это неплохо. Прям. А где вот она была, когда был повышенный шанс? Вот я опять не устану это говорить. Где она была? Опять, короче, блин, захламлено. Все, давайте еще семь героев я скину сейчас. Где там в Тезикс-то мой? Семь героев скину в Тезикса. Собственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, потом уже за рамками видео буду со всем этим говном разбираться. А пока что... Так, мне, мне, не сюда. Ну, собственно, да призовем остатки золотых свитков. Ну, короче, видимо, Торград не судьба. Блин, он хороший, но с другой стороны... А, блин, смотрите, снова что-то есть. Эпик Торград? Гондора. Вкратце Гондора получилось. Нет, короче, слушайте, в целом, на самом деле, призыв неплохой. Окей. То есть, мы поймали одного из самых говняных героев в этой семье. Который, я не знаю, просто, наверное, будет у меня лежать в сундуке, ждать Торград до того же самого, возможно. Поймали Фрею. Вот, Гондора у меня, кстати, тоже, по-моему, не было. Но Фрея, прямо, я считаю, это топ. То есть... У меня очень-очень-очень хороший состав именно из синих героев. То есть, просто представим себе. Цирилл, Аврора, Махароль, Акилмас, Савик. Под Зарконом он просто шикарно действует. Есть Рогар недокачанный, Вегум недокачанный. Есть Стрибок и теперь еще есть Фрея. Однозначно, что я иду вот здесь вот. Вот здесь вот. Не в акции, а в арене. Не в акции. Я закрывал ее при входе в игру. Вот здесь вот на арене. Однозначно, что я буду топить тупо за синих. Потому что синие у меня приоритет. Вот. После этого идут желтые и фиолетовые, получается. Фиолетовые тут перебор. Просто потому что... Ну, меткость нужна была Заркона в свое время. Хотя сейчас, может быть, стоит мне свои приоритеты пересмотреть. В общем, в целом, я считаю, что призыв удался. Пишите, что упало вам. Пишите, что думаете вот про эти шансы x4, x8. Которые я реально не понимаю. Как это работает. Ну, увидимся в следующем видео. Дальше интереснее. Всем пока.